Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главных темах дня. В исполнительном комитете Гагаузии сегодня принес присягу председатель Вулканежского района. В селе Гайдары прошло очередное заседание местного совета. 12 марта состоялось подготовительное заседание суда первой инстанции муниципий Камрад по делу о жестоком обращении с животными. В исполнительном комитете Гагаузии сегодня принес присягу председатель Вулканежского района Иван Павлович Крецу. Народное собрание Гагаузии на последнем заседании утвердило предложенную башканам автономии кандидатуру на должность главы администрации Вулканежского района. Им был назначен Иван Крецу. Башкан Гагаузия отметила, что новоизбранный глава администрации Вулканежского района обладает достаточным профессионализмом, чтобы трудиться во благо жителей. Это человек, который обладает профессионализмом, опытом. Он много лет работал в исполнительном комитете, в администрации Вулканежского района, в местных публичной власти. И хочу сказать, что мой выбор стал перед ним, потому что он человек дела. Человек, который обладает и опытом, и профессионализмом. Человек, который не побоится идти вопреки всему. Человек, который добьется поставленных целей. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов подчеркнул, что новоизбранный глава администрации Вулканежского района известен опытом работы в органах публичной власти. Хочу поздравить господин Крецу. Я хочу сказать, что мы с ним знакомы. Он человек не новый для исполкома. Он работал уже в исполкоме. И уверен, что он докажет, что он с вами в одной команде будет работать ради наших жителей Гагаузии. Иван Крецу отметил, что планирует силы и умения направить на реализацию важных проектов для благосостояния жителей. Я выражаю слова благодарности Башскому Гагаузии Евгению Александровне, председателю Народного собрания, депутатскому корпусу, исполнительному комитету за оказанное мне доверие. Я приложу все силы и весь опыт, которым я обладаю для развития Вулканежского района и процветания нашей Гагаузии. Отметим, что Иван Крецу был назначен на должность главы Вулканежского района после того, как бывший председатель Пётр Чабан по собственному желанию сложил полномочия. Послу России был выражен протест в связи с открытием избирательных участков в Приднестровском регионе Республики Молдова, что противоречит позиции Министерства иностранных дел Республики Молдова, сообщила пресс-служба ведомства. Представители Министерства иностранных дел выступили с разъяснениями после встречи с послом Российской Федерации Олегом Воснецовым. Российскому дипломату был выражен протест в связи с открытием избирательных участков в Приднестровском регионе Республики Молдова, что противоречит позиции МИД Республики Молдова. Подобные действия Российской Федерации нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. МИД продолжает оценивать ситуацию и сообщит о дополнительных мерах, говорится в сообщении Молдавского министерства иностранных дел. Однако пока нет ясности в том, сколько избирательных участков будет открыто в Приднестровском регионе для проведения российских президентских выборов. Ранее пресса на левом берегу Днестра сообщила, что в это воскресенье будут открыты шесть избирательных участков для примерно 220 тысяч российских граждан, которые проживают в Приднестровском регионе. Сегодня в результате сильного порывистого ветра в Чедрелунге снесло кровлю жилого многоквартирного дома. Предварительная сумма ущерба оценивается в 250 тысяч леев, сообщил примар города Анатолий Топал. По его словам, все разрушения зафиксированы в акте обследования. Часть затрат будет покрыта за счет городского бюджета, а за остальной суммой местные власти обратятся в региональную КЧС. В селе Гайдары прошло очередное заседание местного совета. В повестке дня значились семь вопросов. Что было рассмотрено и какие решения были приняты, узнавала Наталья Андреяш. Во время заседания местного совета жители села Гайдары выразили недовольство работой местных органов власти, отметив, что в населенном пункте власть узурпирована некоторыми людьми. И решение принимается без согласования с жителями. Бюджет на 2024 год принят некорректно, без учета резервного фонда, сообщил житель села Гайдар Харлампи. Созовем совет из комбрата, с управления, с чадрунги администрации, чтобы они тоже присутствовали и чтобы изложили нам бюджет села. Бюджет села, отчет такой, 500 тысяч. Пришло, 500 тысяч ушло. Откуда ушло? Откуда пришло? Я предлагал промышленный финансовый отчет. А говорят, мы вот такое не делаем. Советники села работают только для своей выгоды и выгоды своих родственников, рассказала жительница Гайдар Валентина. Я смотрю, что наши советники работают лично в своих целях. Не ради населения, не думают о населении. Я скажу, что эти советники представляют свои интересы. Один жену устроил, другая мама устроила. Следующий дорожит своей работой. Мы несправедливо поступили землеустроителем. Он работал 8 лет в примарии. Выполнял свою работу. У него не было никаких нарушений, никаких замечаний. Его уволили, вынудили написать заявление. В Гайдарах есть свои квалифицированные специалисты. Зачем привлекать их из других населенных пунктов? Задалась вопросом жительница села. Друга Стамая взял зам примара. Эта должность нам в силу не нужна. Лишние 100 тысяч в год платить не нужно это, потому что и так они говорят, что у нас в бюджете нет денег. И следующего друга поставил бухгалтером. И вот все у него в узком окружении, чтобы до людей не доходили вот это, что у нас происходит. За комментариями мы обратились к примару села Гайдар Илье Кёсе. Дайте нам, пожалуйста, дайте нам комментарии, пожалуйста. А какие комментарии нет? Знаете, что вы говорили? У меня не было. Очередное заседание местного совета села Гайдары прошло 12 марта. Советники должны были рассмотреть 7 вопросов. Но заседание не было до конца проведено. Увидев съемочную группу общественной компании ГРТ, совет завершил свою работу. Уважаемые телезрители, просим вас удалить от экранов телевизоров детей и людей с слабой нервной системой. Следующий сюжет содержит кадры насилия. 12 марта состоялось подготовительное заседание суда первой инстанции муниципи Камрад по делу о жестоком обращении с животными. Заседание было перенесено на 4 апреля из-за того, что сторона защиты попросила перерыв для определения своей позиции и ознакомления с материалами дела. Подробнее в нашем сюжете. Житель города Камрад Дмитрий Маркитан 24 февраля прошлого года обнаружил в своей собаку породы хаски дома травмированной. После долгих походов к ветеринару выяснилось, что у собаки поврежден позвоночник от пневматической пули. После чего он обратился в правоохранительные органы. Как отметил потерпевший, причиной конфликта стало то, что якобы его собака съела домашнюю птицу соседа. На второй день утром в рано пошел к старчаку. А старчук сказал, что, мол, он собаку даже мою не видел. Что ты обманываешь? Я не обманываю. Он, мол, говорит, что скушал утку. Так ты приходи, скажи, вот, скушал меня утку, я тебе дам деньги, только не стреляй в собаку. Он неоднократно не только в мою собаку стрелял, до меня. У них другие. Я спрашиваю, что ты стреляешь в собаку? Говорит, а что они кушают у меня? Говорит, так ты закрывай свои загородки. По итогам обращения в правоохранительные органы была проведена проверка. Собраны доказательства, позволившие предъявить обвинение соседа старчук Василия в жестоком обращении с животными. И дело передали в суд. Сразу мы пришли в полицию, написали заявление, написали заявление, написали всё, и да. После обеда пришла полиция, сразу сюда, и увидели собаку. Она двигалась как-то, увидели её. И потом пошли к нему. Заседание суда было перенесено по ходатайству со стороны подсудимого. От комментариев по этому поводу подсудимый и его адвокат отказались. За ходом судебного процесса, который проходило открыто, следят и волонтёры, которые отметили, что это не единичный случай в городе, когда стреляют как бродячих, так и домашних собак. Это не единичный случай. Стреляют также не только в домашних животных, но и в бездомных. Все животные, которые к нам попадают в результате огнестрельного оружия, не были агрессивными. В данном случае все знают, что хаски тоже не агрессивными являются породой собак. У нас тоже очень бывают не единичные случаи. Стреляют в собак, убивают, просто подкидывают отраву. И мы хотели бы, чтобы немножечко люди к этому относились более ответственнее, потому что это тоже живое существо. По словам хозяина, животному требуется дорогостоящее лечение и операция. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 500 до 750 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу государства от 100 до 180 часов или лишение свободы сроком до одного года. В теоретическом лицее имени Дмитрия Мавради стартовал новый проект по современным танцам хип-хоп. На официальном открытии побывала и наша съемочная группа. Проект представляет собой уникальную возможность проявить свой талант, развить творческие способности и поддержать активный образ жизни. Стартовал проект полгода назад при поддержке руководства Камрата. Отметил инициатор проекта тренер по танцам Андрей Страту. Эту идею встретили очень хорошо, после чего ее выдвинули на совет и одобрили. В нашу команду BM Style будет проводиться набор с 4 лет до 6, потом с 7 до 9, потом с 11 и до 16. И самая старшая группа будет даже для взрослых. Для реализации этого проекта большая поддержка была оказана молодежной организацией АМС Молдова. Проект даст возможность подрастающему поколению раскрыть свой потенциал, отметил исполнительный директор молодежной организации АМС Молдова Дмитрий Робу. Мы поддерживаем развитие культуры танца среди молодежи. И мы знаем, что в Камрате есть такая молодежь, которая хочет танцевать. Поэтому мы всех призываем сюда, в эту школу, прийти, учиться. Мы все знаем, что на юге люди танцуют очень активно, люди горячего характера. Поэтому мы уверены, что здесь, в Камрате, будет активная вовлеченность молодежи и будут хорошие результаты. Проект будет включать в себя еженедельные занятия под руководством опытных инструкторов хип-хоп, которые помогут учащимся освоить основы этого динамичного стиля танца и создать свои собственные хореографии. Помещение находится в здании Камратского лицея имени Дмитрия Мавроди. В городе будет один из наиболее подходящих залов и переоборудованных для таких видов танцев. Здесь могут приходить ребята, желающиеся со всего города. Проект был реализован в короткие сроки, почти все было сделано своими руками. Это хорошее дело. Людям, молодым людям, учащимся, нужно больше быть занятыми полезными делами и в спорте, и в культуре. Ну и вот в таком направлении, то есть по танцам. И я надеюсь, что этот зал послужит для людей, молодых людей прославлять и показывать свои таланты. Вопрос об открытии данного зала был охотно поддержан муниципальными советниками, отметил примар муниципия Камрат Сергей Анастасов. Также хочу поблагодарить муниципальный совет всех наших советников, которые всегда рядом, когда речь идет о развитии нашего города. Открытие школы хип-хопа в Камрате даст возможность развиваться молодому поколению, не выезжая в другие населенные пункты, отметил заместитель примара муниципия Камрат Степан Карам. Молодежь для нас – это один из самых важных секторов в нашем городе, потому что молодежь – это будущее. Мы должны все делать для того, чтобы молодежь старалась развиваться у себя дома, и чтобы не уезжать за границу, а быть у себя здесь на родине. Хип-хоп-танец относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп-музыкой. Он включает в себя широкий диапазон стилей, таких как брейк-данс, локинг, поппинг. Этот вид танца на сегодняшний день широко распространен по всему миру. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Спортсмен Сергей Маргиев был в нескольких сантиметрах от пьедестала почета на Кубке Европы. Продолжаем спортивную тему. В минувшие выходные в селе Кангас прошел традиционный турнир «Вратарь» по футболу среди ветеранов памяти Полик Степана и Константина Харчу. В соревнованиях приняли участие четыре команды – Кангас, Кагул, Чедрелунга и Кирсова. Организатором турнира выступили сыновья совместно с примарией села и управлением молодежи и спорта. Традиционный турнир памяти людей, которые посвятили свою жизнь в футболу, собрал четыре команды ветеранов. На открытии турнира начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Дрогой отметил важность проведения таких состязаний. Не только для тех людей, которые, несмотря на возраст, продолжают играть в футбол, но и для молодежи. Во-первых, это и сплачивает людей, это сплачивает ветеранов, потому что знают, что они не одни, что уделяется внимание им. Дети видят, что, и спортсмены видят, что даже после окончания спортивной своей деятельности, они все равно не остаются ни у дел, а всем стараются уделять внимание. Как отметил примар села Кангас Михаил Есир, мы должны помнить тех, кто в свое время вложил много сил и труда в развитие спорта в населенном пункте и играл за сельскую команду. Футбол, в общем, у нас очень популярен, наряду с борьбой. Это коронные виды спорта у нас в Гагаузе, наверное, в каждом населенном пункте так, но в Кангасе особо почитаемо. И это игра командная, где вырабатывается командный дух футболистов. С каждой команды по один человек, а вратарь один и десять на поле. Но хочется, чтобы то, что от них зависело, они в свое время сделали, чтобы всегда почитали их память. Сын одного из вратарей, сын вратаря Константина Харчу Сергея Харчу отметил, что нужно помнить тех, кто когда-то поднимал футбол в своем родном селе. Слава Богу, отзываются все наши ветераны футбола. И мы рады им всегда, у нас в Гагаузе. И всегда встречаем добрым словом. Забывать не надо, во-первых, наших ветеранов, которые ушли из жизни. Важно, потому что если нет прошлого, не будет и будущего. Мы должны помнить об этом. Ветераны футбола вспоминают, как развивался этот вид спорта и сколько людей приходило на трибуну стадиона, чтобы поддержать спортсменов. Футбол, Генчика, воинадык, где дело защищать конгазы. Спорт конгазский. Кишеляр уже в армедеде, многих нет. Ажиотаж на поле не уступал игре профессионалов. Каждая команда старалась забить гол в ворота соперников. Однако не всем удалось занять призовые места. По словам игроков, матч прошел на высоком уровне. И самое главное – это чтить тех, кто когда-то защищал эти футбольные ворота. Добрые люди. Всегда встречают. Всегда на позитиве. Всегда проходят дружеские встречи. Так что мы всегда рады приглашению. Всегда, когда нас приглашают, мы всегда отвлекаемся. У нас традиция уже в Кангазе, да и в других селах. Чтобы помнить о тех, кто отдал игру. Самой игрой вдохновляли кангазских наших односельчан. Играя по круговой и зарабатывая заветные очки, первое место выиграли футболисты города Кагул. На втором месте расположилась команда села Кангаз. Третьими стали Чедерлунга, а четвертыми – село Кирсово. Всем участникам были вручены памятные фото, дипломы и кубки. В завершении нашего выпуска о погоде в автономии. В Гагаузе ожидается пасмурная погода с дождями. Ветер 8-9 метров в секунду. Температура воздуха в Камрате днем составит 7 градусов тепла, ночью – 4 градуса. В Чедерлунге днем до 7 градусов тепла, ночью – 3 градуса. В Вулкане в Штах днем – 8 градусов тепла, ночью – 4 градуса тепла. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите и считайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube-каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправлять на электронную почту grt.efir-mail.ru. Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова